Смотрите, у нас сегодня внезапно лекция на совершенно сопредельную тему по кафедральному курсу кафедры алгоритмических языков парадигмы программирования, которые у меня внезапно попросили прочесть вводную лекцию. Если кто, тут у нас впервые зовут меня Георгий, я сотрудник Московского государственного университета факультета учитель математики и кибернетики, и у меня вот есть некоторое количество спецкурсов, которые я читаю на факультете, и последнее время, значит, не без участия ковида, я еще и стримлю их витомчик. Но если вы зайдете на сайт, то увидите, что и до ковида эти лекции записывались и выкладывались, ну а сейчас вот мы их стримимим. Относительно парадигмы программирования. Меня когда попросили рассказать про то, вот как эту тему представить, ну я с одной стороны сразу сказал, что это будет не некий универсальный ответ на тему, что такое парадигмы программирования, а мое личное мнение, вот. Хотя бы уже потому, что если мы поищем парадигмы программирования в Википедии, о, тут даже искать не надо, вот она, то мы увидим кучу разных определений, и каждая из которых будет очень неконкретной. Определение понятия парадигмы программирования, они все разные, вот. Ну поэтому, значит, я тоже вструюсь в эту цепочку, вот. Но побуду некоторое время даже большим занудой, чем я есть, и попробуем разобраться, а что, собственно, формально мы имеем в виду, когда говорим вот эти два слова – парадигмы и программирование. Вот. Для начала разберемся с программированием. Программирование – это, по всей видимости, некий процесс или искусство, или технология, или дисциплина, составление программ. А программа – это формализация, не так, это актуализация понятия алгоритма. Значит, вот у нас есть некий алгоритм, сам по себе алгоритм – это такая формальная очень штука, вот, но алгоритм может быть выражен кучей различных способов, вот. И вот то, как его выражают, актуализируют, во что его превращают – это вот и считается программой. И это значит, что нам надо сначала разобраться с понятием алгоритма, да. Вот если мы разберемся с понятием алгоритма, мы поймем, что такое программа, которая его реализует, да, и тогда мы поймем, какие бывают, значит, нет. Тогда мы начнем подбираться к понятию программирования, и вот тогда мы начнем подбираться к понятию того, пониманию того, что такое парадигмы, да, этого самого программирования. Ну, все в порядку. Значит, про алгоритм я думаю, что вот студентам в факультете ВМК рассказывали на первом курсе, что у него нету, у понятия алгоритма нету четкого определения в прямом смысле этого слова, то есть мы не можем дать математическое определение понятию алгоритма, вот. В каком-то смысле это такая аксиома, но понятное дело аксиома – это означает, что мы как бы не можем подобраться, да, то есть это нечто такое предданное, про которое мы ничего не знаем, вот, и оперировать этим невозможно, поэтому у понятия алгоритма есть так называемое операционное определение или операциональное. Операциональное определение – это когда мы про некоторую сущность говорим, там, алгоритм – это, а говорим алгоритм – это когда. Это когда то, что происходит, обладает некоторыми свойствами, и эти свойства, в смысле и вот этот процесс или эту сущность, обладающую этими свойствами, мы называем алгоритм. Значит, алгоритм – это когда. У нас есть задача. Это первое, значит, отвечаю для тех, кто только что пришел, это первое из серии лекций кафедры алгоритмических языков, которая называется «Парадигма программирования», вот, которую попросили прочесть мне. Да, ну так вот, алгоритм – это когда у нас задана задача, которую нужно решить, причем не просто задана, а формализована. То есть у нас есть четкие, ясные, однозначные принципы, согласно которой мы можем поставить задачу, описать, что мы понимаем под ее решением, да, и описать четкие требования к этим самым решениям. То есть задача формализована. Это первый пункт. Второй пункт. Мы можем формализовать, какие именно действия мы, 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 пока что мы, вправе предпринимать для решения этой задачи. То есть это могут быть какие-то инструкции, которые мы можем делать, это могут быть какие-то правила рассуждения, что угодно. Некий список действий над полем нашей предметной области, объектной области, в которой мы уже научились формализовывать поставленную задачу, которую и, значит, вот эти действия, если их по особым, значит, методам, опа, тут слово, тут вот неправильно сейчас поправлю, по особым, значит, правилам выполнять, вот, эти действия приведут к решению. И третья часть нашего операционального определения состоит в том, что для нашего алгоритма, для наших алгоритмов, а на самом деле для одного, возможно, даже ТП, формализован исполнитель этих самых действий. То есть мы не просто говорим, какие действия можно предпринимать, но и составляем формальное представление о том, в каком порядке эти действия предпринимаются. Обращаю ваше внимание, что слово порядок – это не последовательность. Порядок – это именно однозначный прогноз того, какое действие будет выполнено. Иногда оно выглядит, вот, в некоторых парадигмах программирования оно выглядит как последовательность действия, а в некоторых – как некоторые висящие в воздухе предданные действия, которые будут выполнены при наступлении того или другого свойства наших объектов. Итак, порядок задан в исполнителе. Задано то, как исполнитель воспринимает объекты из нашей предметной области, то есть что, собственно, является для него данными. Ну, там, это могут быть целые числа, это могут быть какие-то предметы или какие-то абстракции, соответствующие реальным предметам, что угодно. То есть мы понимаем, с какого рода данными оперирует наш исполнитель. Таким образом задается исполнитель. На самом деле, понятно, формализация исполнителя может включать что угодно, не только вот эти два пункта, но и эти два пункта обязательно. Ну и, наконец, это когда у нас есть программа, которая, собственно, решает нашу задачу. Программа является таковой, и алгоритм, который она актуализирует, является таковой в случае, если эта программа, во-первых, всегда останавливается за конечное число действий. Ну, потому что если она это не делает, то это не алгоритм. То есть программа может и программу, но программа алгоритма не реализует. То, что не останавливается, не является алгоритмом. Вот. И если задача полностью, как бы входные условия полностью совпадают, то решение тоже должно полностью совпадать. То есть у нас есть однозначные, наш алгоритм, наша программа, реализующая алгоритмы, выдает однозначные решения для однозначной задачи. Как видите, это ни разу не определение, это скорее описание таких свойств, которые мы хотим наблюдать от алгоритмов и, соответственно, которые мы хотим наблюдать от программы. Да нет, скорее наоборот. Алгоритм решения уравнений, алгоритм работы программы это одно и то же. Потому что, когда мы решаем уравнение, мы на самом деле... Да, когда мы решаем уравнение, на самом деле мы удовлетворяем всем вот этим формализмам, о которых сейчас идет речь. Мы очень хорошо себе представляем язык описания задачи, абсолютно формально. Это уравнение. Мы очень хорошо себе представляем те действия, которые мы можем выполнить при решении задачи. Ну, скажем, арифметические, если это уравнение арифметическое. Мы очень четко представляем себе, как устроен исполнитель. Исполнитель в данном случае как раз... У него последовательность действия описана. Первое действие, второе, третье, четвертое. И мы хорошо себе представляем, с какого рода объектами мы имеем дело. Например, если числа целые, то они целые. Если числа веществ, то они вещественные и обладают совершенно другими свойствами. Ну и так далее. Ну и, наконец, решение нашей задачи – это и есть конечная запись этих действий. То есть алгоритм, актуализованный в программу на языке программирования, и алгоритм, актуализованный в достаточно формальное описание решения уравнений – это, в общем, одно и то же с точки зрения этого определенного. А, значит, программирование как таковое – это такой жанр. Ну, тут уже, извините, вот я комментирую последние замечания про комплекс алгоритмов. Вообще говоря, да, потому что у нас всегда есть ввод и вывод. То есть, как только у нас появляется общение с пользователем, у нас появляется дополнительный ввод. И вот если вы возьмете все, весь протокол общения с пользователем от начала до конца, прибавите к нему все те данные, которые программа в это время подбирает там за разных других мест. И вот если этот протокол и эти данные однозначны, то результат тоже должен быть однозначен, и это в этом смысле алгоритм. Вот. Но я вернусь к программированию как актуализацию понятия программы. Итак, у нас программирование – это такой еще более расплывчивый термин, на самом деле, потому что это про то, как составлять программу. Все. И мы можем говорить о грамотном, безграмотном, красивом, некрасивом программировании, профессиональном программировании, любительском. Короче говоря, разговаривать на какие угодно темы. Вот. И так вот подспудно чувствовать, что мы вроде как друг друга понимаем, когда говорим программирование. Но четко этого определения дать не можем. Я бы сказал, что программирование – это такая дисциплина составления программ. то есть какими приемами по представлению вот этих формализмов мы пользуемся, когда составляем программу. Да? Включая то, на какой исполнитель эта программа рассчитана. Вот вся дисциплина вокруг этих четырех пунктов, дисциплина, то, как делать программы, как составлять алгоритмы для конкретного формализованного набора вот этих четверок. Это и есть, собственно, программирование. Значит, давайте я отвечу на несколько сразу возникших вопросов, является ли реализация алгоритма нечто, что навсегда зацикливается. С точки зрения формальной теории – нет. Смотрите, вы ставите задачу, вы четко специфицируете входные данные, вы заранее знаете, что у этих входных данных, при решении этой задачи на этих входных данных, должен быть конкретный, конечный способ достижения результата, и этот результат должен чему-то там равняться. Это алгоритм. Если вы пишете некоторую программу, которая что-то там такое делает, но про нее, в общем, в точности неизвестно, закончится ее выполнение или нет, в зависимости от того, какие данные войдут, то, если, скажем так, эти данные нештатные, то есть в спецификации задачи явно сказано, что таких входных данных быть не может, то смотри пункт первый, да, мы ничем не поменяли нашу постановку. Если же на этом вводе ваша программа зацикливается, а должна, по идее, останавливаться, то, разумеется, как бы то, что она реализует, не является алгоритмом. Вот. В принципе, в теории, тут я всех отсылаю к тематике первого курса, которую я не буду тут пересказывать, вернее, буду, но в других планах. Да, в теории считается так, что алгоритм имеет право зацикливаться именно в тех случаях, когда выясняется, что область, что входные данные не принадлежат области определения. Ну вот, как бы, вы что-то ввели не то, да, я что-то нажал, и все повисло. Потому что, с точки зрения чистой теории, для нас важнее вот вторая половина, что на всех валидных данных, которые должны иметь решение, алгоритм в загоничное число шагов должен приводиться к решению. Вероятностные алгоритмы, раз уж на это зашел разговор об этом, это алгоритмы в том смысле, что у нас есть некоторое поле, да, поле, из которого мы выбираем эти самые вероятности, вот, и когда мы их уже выбрали, у нас уже вполне конкретные входные данные с вполне конкретными результатами. Понятное дело, что сложность состоит в том, чтобы оценить, а не бывает ли в этом поле случайных входных данных таких наборов, на которых алгоритм наш будет бесконечен или там что-то еще, но с точки зрения одного простейшего требования, что любая программа должна заканчиваться за конечное число шагов, в общем, неважно этих шагов два или миллиона. Это важно с точки зрения быстродействия, с точки зрения оценки сложности, но это неважно с точки зрения того, значит, считать это алгоритм или не считать. Закончилось, значит, алгоритм. Не могу не обойти свою любимую тему, которую я, значит, когда рассказываю, собственно, про программирование на младших курсах постоянно тыкаю, что тема была в алгоритмической полноте. Значит, начну с конца. Да, начну с конца. Никакого доказательства алгоритмической полноты обычного не существует. Мы не можем взять и, грубо говоря, составить алгоритм, который докажет, что данный алгоритм является алгоритмом. Вот. То есть мы можем только сделать предположение, что некоторые системы формализации алгоритмов алгоритмически полны. Можем сделать даже более сильное предположение, опять-таки, недоказуемое, но, как бы сказать, и неопровергаемое, что все алгоритмически полные формализмы, то есть все формализмы, которые могут реализовать произвольно вычислимый алгоритм, они эквивалентны. То есть один можно смоделировать в терминах другого. Вот. Вот это уже утверждение очень практическое. Им постоянно пользуются. Вот. В первую очередь для доказательства того, что очередной изобретенный вами формализм, как бы он дико не выглядел, он алгоритмически полен. И, значит, то есть на нем, если на нем можно смоделировать, ну, например, машину тюринга, вот, то тот формализм, который вы придумали, алгоритмически полный, потому что он, собственно, и машине тюринга эквивалентен. Есть даже такой, собственно, называется тезис Чорча, об эквивалентности всех алгоритмически полных систем. Вот. Значит, для того, чтобы понять, почему мы целый семестр занимаемся не конкретным языком программирования, а непонятной штукой под названием дисциплина построения и актуализации алгоритмически полных формализмов, жуть. Я не знаю, как перевести на русский, но вот получилось у меня так. Сейчас переведу на русский, не волнуйтесь. Во, значит, в переводе на русский это означает, что парадигма программирования это такой способ думать. Вот. Так вот, чтобы было понятно, почему весь семестр мы будем заниматься такими способами думать, давайте обратимся к очень простым алгоритмически полным формализмом. Их вот буквально три штуки вот таких интересных, ну, как бы базовых, да? На самом деле их штук 20 различных, а то и больше, из числа известных, популярных. Но вот нам достаточно трех, тех самых трех, которые проходят на первом курсе в первом семестре, вот прежде, чем вообще изучать какой бы то ни был язык программирования. Значит, самый классический алгоритмический формализм, к которому проще всего приходить, это, разумеется, машина тюинга. Сейчас я найду. Значит, для тех, кто не учил, я просто на пальцах расскажу, что это такое. Я хочу картинку. Есть картинка? Нет картинки? Нет картинки. А жалко. Сейчас мы нарисуем картинку. Погодите. Окей, давайте сначала посмотрим вот на эту картинку, а потом посмотрим на сопутствующий ей рассказ. Значит, машина тюинга это такой, вспоминаем, формальный исполнитель, который, будучи смоделирован в реальном мире, можно себя представить, если его смоделировать в реальном мире, можно себя представить как такую ленту, на которой можно хранить произвольные символы, бесконечно в обе стороны, и изначально заполненный специальным пустым символом. И считывающую, записывающую головку, которая умеет писать, считывать символ, на который она сейчас смотрит, писать в это место новый символ и сдвигаться вправо и влево по ленте. Напоминаю, что для того, чтобы формализовать машину тюинга, вся вот эта вот лента, головка, все это не нужно. Это описывается в чисто математических абстракциях. Но для того, чтобы было удобно представить, можно представить себе вот такую. Программой для машины тюинга является такая табличка, вот она, в которой по одному измерению стоят все возможные символы, которые можно встретить на нашей ленте. А по другому измерению стоят так называемые состояния. То есть, помимо того, что мы сейчас говорили, машина тюинга, помимо того, что она может обозревать символ на ленте, записывать туда символ и перемещать головку вправо или влево, по ленте, она еще находится в одном из состояний. И, соответственно, программа для машины тюинга это такая табличка. Ну, скажем, видя символ крестик, находясь в состоянии Q2, мы должны перейти в состояние Q3, написать на ленту тот же самый символ крестик, то есть, это значит, что мы, в общем, не меняем содержимое ленты, и переместить головку налево. Дальше снова попадаем в состояние Q2. Вот. Ну, и, в общем, так дальше. Да? Ну, или, скажем так, вот сейчас я попробую где-нибудь найти... Ну, вот, например, видя букву А, находясь в состоянии... Это не все одинаковые. Ну, хорошо. Видя звездочку и находясь в состоянии Q4, мы должны записать на ленту вместо звездочки единичку, перейти в состояние Q5 и сдвинуть головку вправо. Вот такой вот формализм. Вот. Программа для машины тюинга выглядит примерно вот так, как табличка, значит, где находимся, куда переходим. И Алан Тюринг в свое время использовал этот абстрактный исполнитель как формализацию понятия алгоритма и в нем, собственно, описывал всевозможные алгоритмы и доказывал некоторую их эквивалентность и что-то такое. Вот. Традиционно считается, что если вы можете на вашем формализме смоделировать машину Тюринга, то вот это и есть доказательство его алгоритмической полноты. Вот. Значит, как вы понимаете, если поглядеть на то, как работает машина Тюринга, мы поймем, что это такое очень, на самом деле, естественное понимание того, что мы видим, что мы понимаем под программой. Да? Значит, четкое описание последовательности действий. Да? Значит, эту последовательность действий можно вытянуть даже в линию, вот, задав правило, находясь в таком состоянии, видя то-то, делаем то-то. Вот. Единственное ее отличие от привычного нам процедурного языка программирования состоит в том, что программа у нас не линейная, а двумерная. У нас есть два измерения, значит, наблюдаемые данные и, значит, состояние программы, в которую мы переходим. Тем не менее, это вполне такой понимаемый, значит, последовательный способ изложения алгоритма. Можно, на самом деле, здесь было бы еще вспомнить, ну, совсем традиционную фоннеймонскую архитектуру, где у нас есть память, в памяти лежат ячейки, в этих ячейках могут быть записаны данные, могут быть записаны инструкции, значит, инструкции представляют собой просто команды по вычислению данных, находящихся в других ячейках, инструкции выполняются подряд, там задано понятие перехода с инструкцией, ну и так дальше. Это тоже, в общем, нормальный формализм, но поскольку он еще ближе к обычному процедурному программированию, я про него просто даже и говорить не буду, ну, понятно, о чем я. Давайте посмотрим на какой-нибудь другой формализм, например, на нормальный алгоритм Маркова, сейчас мы его тут найдем, еще один алгоритмический полный формализм, способ описания программы Катонова сильно отличается от того, что мы видели в машинном тюринге, от того, что мы понимаем о фоннеймонской архитектуре, потому что программа или схема для нормального алгоритма Маркова выглядит следующим образом. У нас есть некое слово в алфавите заданное и некоторое количество правил преобразования этого слова. Видя на каждом шаге работы программы, мы обозреваем слово и, начиная с первого правила преобразования, ищем совпадение внутри слова. Если такое совпадение есть, если подстрока вот такого вида входит в наше слово, то применяется именно это правило, и исходная модифицируемая строка модифицируется, и применение правила опять начинается сначала. Как видите, строгой последовательности в данном случае нет. То есть, в зависимости от того, содержит наше обрабатываемое слово под строку или не содержит, будет применено то или иное правило преобразования. Вот. Ну, и если быть до конца честным, точным, в нормальных алгоритмах Маркова правил делаются на две категории. Финальный и значит, эти самые нефинальные. Финальное правило завершает работу программы, нефинальное и нет. Простые и заключительные, как вот здесь. Вот. У нас даже где-то тут написан эмулятор этого самого эмулятор нормальных алгоритмов Маркова. Выглядит примерно так. Вот. Прибавление единиц к троичному числу. Да? Как выглядит прибавление единиц к троичному числу? Мы заводим специальный маркер, который будет вот. Мы завели маркер звездочка. Применилось правило ничего заменить на звездочку. Дальше эта звездочка доходит до конца. Дальше она, думаю, заменится на решеточку. Точно. А теперь мы начнем, собственно, прибавление. Вот. Мы единичку заменили на двойку, ну и это было финальное правило. Давайте еще раз попробуем. Прибавим еще единичку. Нашли конец слова. Увидели, значит, заменили на решетку. Увидели двоечку. Заменили двоечку на ноль. Произошел перенос. Увидели ноль. Заменили на единицу. Прибавим. То есть, вот такое сопоставление с постоянным поиском от начала нашего набора правил оказывается алгоритмически полным. Составление схем, то бишь программ, для формализма, именуемого нормальным алгоритмом Маркова, с точки зрения того, как вы вообще планируете ваш алгоритм, в принципе не похож на проектирование программы в традиционном процедурном стиле. Он еще называется императивный. Есть декларативный, есть императивный. Это что-то иное. Хотя он тоже императивный в том смысле, что вы модифицируете некий объект и описываете правила, по которому модифицируются. Могу соврать. Ничего так в этом определить. Важно, что это совершенно другой способ того же понятия, о котором мы говорим сейчас. Это другой способ формализации алгоритма. Совсем другой. Чтобы было понятно, насколько он, в общем, насколько бывают еще третьи и четвертые, давайте попробуем поговорить про совсем уже формальную схему, формальный способ записи алгоритмически полных высказываний. высказываний, которые называются теорией вычислимости, ну или точнее теорией общерекурсированных функций. Забудем про то, что у нас исполнитель это какой-то компьютер. Вообразим себе идеальный исполнитель, который делает все, что мы хотим, а хотим мы составить предельно минимальный набор действий над объектами, который бы привел нас к алгоритмической полноте. То есть к созданию формализма, эквивалентной машины теории, нормальным алгоритмом Маркова и всем остальным. С точки зрения математической оказалось, это достаточно просто. Ну как просто? Не просто. Но просто в смысле объема базовых элементов, объема аксиоматики, которую нужно выводить. У нас есть некая функция, просто функция, которая на вход получает некий набор объектов, параметров, операндров, а на выход получает результат. Все. Можно без ограничения общности считать, что объекты бывают только числовыми. Даже я бы сказал только натуральными числами. Значит, к этой функции добавляются три оператора так называемых. То есть, что мы можем делать с этими функциями? Мы можем их вызывать друг из друга. Это оператор суперпозиции. Когда мы говорим, что у нас есть новая функция, которая состоит в том, что мы возьмем две функции f и g, применим функцию f внешнюю и несколько функций g внутренних и применим все эти функции g к нашим параметрам, которые мы передали оператору суперпозиции, а к результату применим функцию. Вот эта вот запись, она прямо сама за себя говорит. Чуть более хитрая штука называется оператором примитивной рекурсии. Это такой способ вызова нашей функции сейчас. Тут более общая вещь. Предположим, что у нас есть некоторая концевая функция f и некоторая промежуточная функция h и некоторая вычислимая функция g. И вот этот наш оператор примитивной рекурсии будет устроен таким образом, что если у нас последний параметр у него 0, то мы просто вызываем концевую функцию f. А если у него последний параметр не 0, а какое-то натуральное число, то вместо функции f мы вызываем функцию g, которой передаем все параметры исходные, значение последнего параметра уменьшено на единицу, и снова вызываем функцию h, но уже с параметра на единицу меньше. Вот такой формализм позволяет записать нечто очень похожее в нашем понимании на цикл со счетчиком вот таких вызовов функции g будет n-1 штука, n-ый вызов будет функция f, у нас каждая функция h сопровождается уменьшением параметра на единицу. вот, то есть это что-то очень похожее на цикл со счетчиком, но фишка состоит в том, что для того, чтобы это было алгоритмически полным формализмом, нас в общем не интересует, сколько шагов этот счетчик сделает, 1 миллион, миллиард, триллион. Главное, что по определению конечное число, потому что здесь стоит число, это число чему-то равно, а раз оно чему-то равно, значит, за конечное число шагов это все закончится. Такого рода набор формальных правил не является алгоритмически полным. А алгоритмически полным оно становится после того, как мы вводим еще более удивительную функцию, которая называется оператор минимизации аргумента. Что это такое? Это вот по аналогии с тем, как мы вот здесь обрабатывали нашу функцию h, вводя оценочную функцию ну да, оценочную функцию g, не оценочную она как-то по-другому называется, ну короче говоря, внешнюю функцию g и декремент параметра. Так вот, вместо декремента параметра у нас действует такое волшебное правило перебора всех возможных значений и выбора из них минимального. то есть частично рекурсивная функция вот, смотрите на эту надпись это минимальное значение y и всех вариантов f, где f от вот такого параметра равен нулю. вдумайтесь в это. То есть мы не знаем если предыдущий вариант это был цикл со счетчиком то это явный цикл с условием. Мы не знаем сколько шагов понадобится на полный перебор всех значений чтобы найти этот минимальный y. футболик. Более того как это сказать вполне возможно сконструировать такое множество в котором этот минимум ну мы не можем предсказать будет он или нет. В этом случае функция будет невычислима алгоритм который ее вычисляет будет невозможен именно поэтому мы говорим про частично рекурсивные функции то есть функции про которые на каких-то наборов они вычислимы на каких-то вот например ну там исключение уходит в бесконечный цикл ну короче говоря ситуация когда штука это не работает вот и это все то есть такой формализм включающий в себя примитивную и частичную оператор примитивной рекурсии оператор минимизации аргумента внезапно описывает все возможные вычислимые функции вообще эквивалентен машины тюрлинга эквивалентен нормальным алгоритмом маркера вашему любимому языку программирования не просто эквивалентен а является его надмножеством потому что большинство языков программирования особенно этих самых предназначенных собственно для кодирования они в каких-то вот крайностях алгоритмически не полны да а это алгоритмически полный формализм такие дела обратите внимание что здесь мы вообще имеем дело с представлением с представлением обработки наших данных исходных да с исполнителем который в принципе не занимается хранением данных а только перерабатывает получает из одного значения другое нет такой ситуации что у нас исполнитель находится в некотором состоянии и в этом состоянии он ведет себя по одному а в другом состоянии он ведет себя по другому ну вот так как это делала машина Тюринга например и так как это делают наши программы с переменными переменная а равно тому-то значит будет так работать тему-то всяко работает в данном случае состояния исполнителя нету есть только последовательное применение вот этих операций и функций к набору данных, которые приводят к решению или не приводят, если наша частичная рекурсия оказалась слишком частичной. Вот вам совершенно другой подход к тому, что называется алгоритмически полным формализмом. И это значит, что любую задачу можно решить в терминах этого формализма. Исполнителем в данном случае, тем самым исполнителем формальным, является вот этот удивительный вычислитель. В том числе удивительный вычислитель непонятно когда конечных операторов этой самой примитивной рекурсии и общей рекурсии. Непонятно когда конечных. Тем не менее, вот такое. Понятное дело, что в реальной жизни это все помогает не очень. Языки программирования это такая штука, которая все-таки ориентируется на чуть менее идеальный и чуть менее теоретический исполнитель. А иногда прямо на, об этом будем говорить в следующей лекции, иногда прямо жестко на какой-то конкретный фактический аппаратный исполнитель. Поэтому если встречаются в современных парадигмах программирования прямое влияние теории вычислимости, то оно, в виде лябдосчисления, то оно разумеется обмазано всевозможными удобными для программиста, для программирования дополнительными приемами. Тут надо дополнить, наверное, разговор тем, что как мы не можем составить определение алгоритма, мы на самом деле не можем перечислить такой четкий набор базовых свойств, которыми всегда стопудово должна обладать алгоритмически полная система. То есть вот если мы с вами изучив язык программирования, мы не знаем, бейсик, с позволения сказать, окей, что-нибудь получше, но неважно, да, питон, паскаль, джава, c++, не важно что, пришли к выводу, что для того, чтобы записать алгоритм, нужно, чтобы были переменные условные операторы и циклы, а как же без них, то на самом деле это очень резкое сужение требований к алгоритмически полной системе, и рассмотренные нами формализмы показывают, что вот как минимум в двух случаях из трех мы можем видеть какое-то странное подобие там тех же циклов или тех же условных операторов, но таковыми они не являются вот от слова совсем. Что в любом случае должно быть в алгоритмически полной системе, если вы с помощью нее программируете, то есть составляете программы, решаете задачи? На самом деле всего два требования. Понятное дело, что эти требования не универсальны, но напоминаю еще раз, ни у слова алгоритма, ни у слова алгоритмической полноты, четкого определения нет, есть только определение операциональное. Атрибутируемые объекты, то есть возможность каким-то образом ссылаться на данные, которые мы обрабатываем, не одним куском, а скажем, по именам переменных, по позиции оперендов функции, там, если это стековый автомат какой-нибудь, значит, позиция в стеке или там индекс массива. Короче говоря, обязательно в алгоритмической полной системе будет ситуация, когда вы обрабатываете какой-то набор данных, он состоит более чем из одного объекта, и к каждому объекту можно обратиться всегда, когда вы того хотите или когда-нибудь положено, ну, вот явно. Это не просто там поток, например, а поток однотипных данных. Это, скорее всего, ограничит нашу алгоритмическую полную. И второе важное свойство алгоритмической полной системы – это действия, обусловленные свойствами объекта. То есть, в зависимости от того, что мы обрабатываем, мы что-то делаем или не делаем. Ну, такой условный оператор только, вот видите, в более расплывчатой формулировке. Почему, привожу пример, почему, например, даже условный оператор – вещь необязательная? Ну, для начала в теории эксклюзивных функций его нет. В роли условного оператора выполняется примитивная рекурсия с шагом, в смысле, с глубиной рекурсии 1. Равно 1 результат, равно 0, другому результат – вот вам условный оператор. Цикл на один оборот, на два. Во-вторых, мы можем себе вообразить такую вычислительную модель, как правило, низкоуровневую, но можем, в которой нет условных операторов, а есть условные операции. То есть, ваша программа размечена таким образом, что некоторые ее куски выполняются только, прям куски, да, тут есть красненький текст программы, зелененький текст программы и синенький, грубо говоря. И вот красненький текст программы выполняется только в случае, если свойства определенных объектов удовлетворяют одному условию, зелененький только если свойства каких-то других объектов выполняют в другом условии, а синенький, ну, понятно. Вам кажется это, возможно, кому-то покажется это странным требованием, но, например, в архитектуре процессора ARM популярного такие инструкции есть, условно вычислимые, которые позволяют аппаратным образом промахивать целые блоки инструкций, помещенные за счет специальным флагом, что они выполняются только в случае, если результат операции был отрицательным. Вжух, проскочили, и это не является условным оператором в том смысле, что мы условия-то вычислили, а дальше вот этот красненький кусочек, он как бы сам по себе красненький, там нет отдельно проверки условий, отдельно операторных скоб. И он, как бы это сказать, один и тот же кусочек, он может работать, а может не работать, в зависимости от свойств наших данных. Ну и так дальше. Ну, например, опять-таки, вот в нормальных алгоритмах Маркова, где они тут у нас, требование зависимости вычислений от свойств данных вынесено вообще на первый план. Потому что под свойством данных в данном случае понимается наличие подстроки в обрабатыванной строке, и в зависимости от этого наличия у нас выполняется одно из правил нормального алгоритма. Вот, пожалуйста, ситуация, где у нас не последовательное выполнение команд, а каждое выполнение и есть то самое обусловленное свойствами данных. Такие дела. Прежде чем перейти к разговору о том, во что могут финишировать различные паразигмы программирования, про это мы чуть-чуть поговорим. Вот, давайте мы посмотрим на то, о чем мы в этом курсе разговаривать не будем. Вот, значит, сразу расскажу о том, о чем рассказывать не буду. Ну, ни я не буду, ни, значит, вот все мои более подкованные в области парадигмы программирования колеи. Мы не будем рассказывать о языках программирования, которые не требуют, которые не требуют различного подхода в дисциплине мышления. То есть язык программирования с виду может быть совершенно диким, или очень прекрасным, или странненьким, или неудобно читаемым, но подразумевать под собой все равно один конкретный стиль мышления. Ну, скажем, вот то, что называется эзотерические языки программирования, где они тут у меня, вот они, да? То, что называется эзотерические языки программирования, это довольно большой набор специальных языков программирования, на которых, как правило, не программируют, а только выпендриваются, но которые в подавляющем большинстве являются реализацией, ну, либо стековой машины, либо эквивалентами обычному процедурному языку, такому, как C или Pascal. Как правило, стековому, потому что, ну, больше выпендриваться можно. Вот. Поскольку я уже обещал, что рассказывать про них не буду, просто покажу, что бывает. Значит, ну, из всех убивающих мозг языков программирования с совершенно как-то говорящими названиями, вот, я, наверное, покажу самый первый, сейчас я найду его, он назывался, назывался False, вот он. Сильно подозреваю, а нет, 93-й год, мои подозрения ошибочные. Я-то хотел сказать, что подозреваю, что этот язык родился совершенно естественно, а эзотерическим стал только потому, что людям было лень делать его не эзотерическим. Но нет, как говорят, криптосинтексис тоже был целью. Значит, что такое язык программирования False? Это стековая машина с арифметическими операциями. Вот. И с операциями, работами над стеком. Да. Вот кто знает язык программирования Fort и любой другой, там, DSSP и любой другой стековый язык, то они помнят, значит, что, ну, это вполне такой нормальный язык. Ну, понятно, надо научиться читать, ну, например, все арифметические выражения будут записаны в польской инверсной записи, и поэтому, ну, их надо тоже уметь читать. Ну, почему бы и нет? Да. Вот. Все нужные операции над стеками реализованы. Добавление, дупликация, обмен на 2, обмен на 3, и для работы с массивами данных вытаскивание n-дового элемента из стек. И даже есть подпрограммы. И даже есть переменные. Правда, они обозначаются одной буквой, что, в общем, говорит о том, что язык нас алгоритмически не полон, но это уже другой разговор. Вот. Вся фишка состоит в том, что, казалось бы, такое простое строение языка приводит к абсолютно нечитаемому тексту. Вот это бредятельно вычисляет факториал. Верьте. Мне и Википедии, ну, потому что проверить все равно это очень тяжело. Вот. То есть, исторический язык – это такой write-only язык. В данном случае написать можно, работать будет. Как видите, очень компактная запись. Я бы сказал, мега компактная. Но читать это уже нельзя. То есть, написал и выбросил. Вот. Вот есть еще один язык – awful. От слова awful. Но, в общем, вы все поняли. Вот. Это такой родоначальник всей вот этой серии долбанутых языков программирования. Значит, понятное дело, что язык, в котором есть только стэк и польская инвертная запись – это очень простой язык в смысле интерпретатора или компилятора. Очень простой. Вот. В этом тоже был смысл его изобретения. Но на этой почве расцвели всякие другие языки. Сейчас покажу несколько своих любимых. Ну, например, язык Шекспир. Вот. Который, значит, ну, вот программа, наверное, программа Hello World на языке Шекспир. Это эпиграф, это просто комментарий. Это блок. Это тоже блок, внутри блока вложенный. Вот. Это описание двух стэков. Значит, язык Шекспир – это такой, значит, язык стэковых машин. То есть, там есть несколько наименованных стэков, в данном случае Гамлет и Ромео. Вот. Значит, весь обмен данных происходит либо между двумя стэками, либо в рамках одного. Соответственно, в нашей сцене участвуют двое, значит, они будут обмениваться данными. Ну, и вот в этом самом прекрасном языке, значит, половина слов, треть слов ругачи в сцене, треть слов нейтральные, треть слов хвалебные. Ну, значит, соответственно, глаголы означают собственные действия, соответствующие ключевым словам. Ну, вот смотрите. Джульетта, на самом деле, вот этой фразой передает в... А, нет, Джульетта вошла, Гамлет на сцене. Значит, Гамлет Джульетте передает значение сумму Ромео, его лошади, его черной кошке. Кладет ее на вершину стэка Джульетте. Джульетта уходит. Приходит Офелия. Ну, вы меня поняли. Абсолютно безумная штука. Изобретенная, изобретенная исключительно ради ржача, выглядит ужасно. Наоборот, выглядит прекрасно. Ну, любителям, любителям, значит, сериала про маленьких пони рекомендую язык Friendship is Magic++, который выглядит как письма принцессы Селестии. Ну, в общем, идея та же самая. Еще один очень любимый мой язык, он называется White Space. Прекрасный язык программирования, программы, на котором пишутся исключительно из символов, которые не отображаются на экране. Пробел, перевод строки и табуляции. То есть, видите, здесь вот так выглядит программа на языке White Space. Синенькая – это табуляция, красненькая – это пробелы, ну, а переводы строки – это переводы строки. Поскольку у нас есть три символа для кодирования, с помощью них, их более чем достаточно, чем для того, чтобы реализовать такую машину, понятное дело, на этом никто не программирует, мы с вами тоже не будем, потому что нет. И что-то еще хотел вам показать. Тут должно быть. Ну, в общем, нет, наверное, больше показывать не буду. Значит, да, ну, есть еще Молбок, да. Есть еще прекрасный язык Молбок, разработанный специально для того, чтобы вывихнуть всем мозги. Вот программа HelloWat на Молбоке. Вот другой вариант программы HelloWat на Молбоке. Чтобы вы понимали, это не запутанный синтаксис, это так выглядит программа. То есть, ну, когда вы будете писать на Молбоке, надеюсь, что не будет. Но если будете, то программа HelloWat у вас будет примерно так выглядеть. Стрековые машины, регистр, вот это все. Почему я про это говорил? Ну, во-первых, для того, чтобы показать, как люди извращаются. А во-вторых, чтобы обратить ваше внимание на то, что эзотерические языки программирования это, как правило, стековые машины, потому что так проще их реализовывать. Это все на самом деле парадигма одна и та же. Ну, я на самом деле хотел еще показать один язычок, просто чтобы вы на него посмотрели. Он называется APL. Очень его люблю. Кстати, язык до сих пор жив. Значит, это очень старый, 57-й год. Язык программирования для матричных вычислений. Поначалу он вообще развивался как язык математической нотации. Вспоминаем, что в нашей формализации должно быть описание задачи, описание действий, описание исполнителя. Вот именно так он развивался. APL. Понятное дело, что, как полагается настоящим математикам, для каждого действия был придуман свой собственный символ. Этих символов, разумеется, на клавиатуре не было. Язык программирования APL – это язык, для которого существует своя собственная клавиатура. Вот они, надстрочные символы. Всякие интересные действия математические. Язык же мой. Единственным его, главным его недостанком, разумеется, является то, что он абсолютно нечитаемый для тех, кто не понимает. Вот программа на языке APL. Верьте мне, люди, которые это понимают, они это понимают. Это мы с вами на это смотрим, как, ну, прям как эти. Я, когда немножко пытался потыкать в APL, больше всего меня, конечно, раздражало. Знаете, что я сейчас покажу? Вот эти квадратики. Да, кстати, если кто... Значит, вот это вот пример утверждения на языке APL, который формирует клеточный автомат игры жизни. Он принципиально... Ну, язык APL для работы с массивами, поэтому тут все просто, да? Вот отключенный автомат для языка. Меня больше всего раздражали вот эти квадратики, потому что эти квадратики воспринимаются как отсутствие ААА буквы в шрифте. На самом деле, это такая буква. Вы будете смеяться, но язык APL, он, во-первых, жив до сих пор. Особенно много на нем не программируют, но тем не менее. У него есть два последователя. Язык K и язык G. Вот это язык K и язык G. Язык G вообще цветет и пахнет. Очередная бета-версия в мае этого года вышла. Вот. Интересная штука. Этот самый язык G. В общем, всем любителям углубиться во что-нибудь эдакое рекомендую. Он этот самый функциональный. Вот функциональный язык. Там есть интересные находки. Вот. Свободный, как бы распространяется под лицензией GPL. Короче, интересная штука. Вот. Написано на C, по-моему. Конечно, главное его отличие от языка APL в том, что он не использует во все эти эзотерические символы. Поэтому на нем проще программировать. Вместо них используются ключевые слова. Ну, что поделать. Такие дела. Хотел показать. Главные вопросы, которые у нас будут волновать, это вопросы, как нам организовать нашу дисциплину мышления таким образом, чтобы избежать того, что я назвал в последнем пункте сегодняшней лекции, как это процедурное костенение к алгоритмическому мышлению. Значит, на себе я это чувствую очень-очень жестко. И думаю, многие из вас, особенно те, кто хорошо и успешно программирует на традиционных языках программирования, вот таких промышленных языках программирования типа JALC, плюс, плюс, Питона, вот, если вы это делаете, так сказать, не глядя по сторонам, то, скорее всего, ваше алгоритмическое мышление, так же, как у меня, будет устроено уже абсолютно процедурно, то есть, абсолютно императивно, значит, берутся объекты, эти объекты модифицируются, значит, одинаковые по смыслу алгоритмы объединяются в функции, которые умеют модифицировать эти объекты, да, и вот это вот указание компьютеру, как модифицировать объекты, и будет считаться в вашей голове программой. Вот это вот пункт номер D, который говорит о том, что на самом деле это необязательное свойство вашей программы. Ваша программа может вместо того, чтобы вносить по вашей команде какие-то исправления в имеющиеся объекты, например, выглядеть как описание отношений между теми данными, которые вы собираетесь получить, и просьбой сгенерировать, подобрать данные, подходящие к этим отношениям. Так, например, устроен язык пролог. Давайте мы глянем на пролог. Пролог у нас даже будет. Вот он. Так? Это такой типичный представитель системы логического программирования, про который у меня уже нет времени рассказывать, но и, наверное, не надо, потому что вам расскажут. Идея состоит в том, тут где-то должна быть пример программы на прологе более-менее развесистый. Помните такая штука логические задачи, да, там, значит, собрались, значит, несколько человек, их зовут Майкл, Саймон, там, Питер, еще кто-то, один из них американец, другой израильтянин, третий, значит, этот самый, там, Чукча, вот, значит, один, там, теннисист, другой баскетболист, третий чемпион мира по Квейку, ну, вот такого рода. И, значит, дальше между ними устраиваются какие-то отношения, типа того, что там один сидит рядом с другим, там, теннисист сидит рядом с Майклом, ну, вот это вот все. И нужно на основании этих данных идентифицировать, кто есть кто. Вот с такими, с такого рода задачами пролог справляются лучше всех, собственно, решение подобной задачи формализовано сейчас перед нами. Попробуйте написать это на традиционном языке программирования, я на вас посмотрю. Вот. То есть, вы задаете свойства данных, отношения между ними, а потом говорите, найди мне, пожалуйста, дорогой мой алгоритмически полный формализм, найди мне такие данные, которые соответствуют этим свойствам и вступают в данные отношения. И он ищет, исходя из твоих описаний. Если хотите, такой запрос к базе знаний. Вот. Пролог и прологообразные языки получили свое неожиданное продолжение в системах верификации формальных. Вот. Что удивительно, люди, которые пишут систему формальной верификации, это, в общем, секретчики. Они немножко не наши люди, они как бы из другой тусовки, из другой парадигмы. И они забыли про то, что существует пролог. Тем не менее, языки, которые этим занимаются, ужасно похожи на пролог по своей структуре. Вот они. Когда вы описываете формально схему того, что у вас существует, такие-то объекты, такие-то передачи данных между ними, такие-то ограничения на передачу данных, а потом у них спрашиваете, а может ли случиться так, что, например, вытекут секретные данные? Или может случиться так, что данные функции в данных условиях приедут непредусмотренные параметры, недокументированные? То есть, языки созданы на описание систем с целью проверки их надежности, секретности, вот этого всего. На самом деле, они очень сильно восходят к прологу, даже если пролог не упоминается в этих средах. Вот. Это претензия номер С. Совершенно необязательно мы должны описывать, что происходит с объектом. Мы можем писать свойства объекта, и, возможно, как в древнем-древнем языке программирования, который назывался пленнер, способ перебора всего поля объектов, чтобы ответить нам на вопрос. Вот. Но именно так выглядит логическая программировка. Насчет последовательности выполнения функций, инструкций. Значит, я уже говорил много раз, что последовательность – это слишком жесткое определение. Более правильное слово – порядок. Как правило, когда говорится о том, что последовательность не обязательно говорится о параллельных вычислениях, но представьте себе принципиально иной подход к проектированию программных продуктов, которые на самом деле очень часто встречаются. А именно, что у вас существует много-много-много отдельно существующих агентов, акторов в вашей системе, актеров, не знаю, как это по-русски, actors, которые функционируют сами по себе. А общаются они друг с другом и с окружающим миром, пересылая друг другу такие сообщения. То есть, вот есть актор, который болтается в непонятном пространстве и времени, а в тот момент, когда он получает от кого-то сообщение, он эту сообщение обрабатывает и, возможно, генерирует еще какие-то сообщения дальше. Таким образом, если мы запишем все решение нашей задачи, ну, грубо говоря, в столбик, мы получим, вообще говоря, не очень хорошо читаемый набор вот таких вот отдельных, я бы сказал, обработчиков событий, которые синхронизуются и, соответственно, устанавливают порядок выполнения этих самых инструкций не путем нашей записи в столбик, а путем пересылки друг к другу событий. Вот. Вот вам еще один способ думать, который на самом деле встречается сплошь и рядом при программировании игр, при программировании графических интерфейсов, при программировании сетевых взаимодействий. И в известной степени тяжело реализуем, если мы думаем в терминах процедур, функций, последовательных инструкций, вызова функций, вот этого всего. Кто из вас пробовал программировать на каком-нибудь Ruby, JavaScript, Python и чем-нибудь подобном в терминах асинхронных под программ и сопрограмм, тот понимает, насколько нужно вывихивать себе мозг, чтобы отказаться вот от этого последовательного мышления и начать думать асинхронно. Такие дела. Ну, нет, я про все все-таки расскажу, и тогда закончу. Интересный вопрос, смотрите. Я тут сказал, что для алгоритмически полной системы нужны действия обусловленных свойствах объектов, и это что-то вроде условного оператора. Но ничего не сказал про циклы. Можете ли вы себе представить язык программирования, в котором нету циклов? Ну, некоторые из вас хитро прищурятся и скажут, можем, можем, в них вместо циклов рекурсия. Но это будет правда. Ну, например, в лямбдоисчислении, в теории общерекурсивных функций, там вот частично рекурсивных, там как раз именно рекурсия используется в качестве замены цикла, но обратите внимание на то, что с точки зрения теории рекурсивных функций, оператор рекурсий – это не такая штука, которая потенциально долго работает. Мы вообще не смотрим в эту сторону. Мы говорим, что оператор откуда-то из неба достает наше минимизированное значение. Помните, да? Оператор минимизации параметра перебирает внезапно все значения нашей функции и выбирает из них то, которое равно нулю, с минимальным параметром игр. Вдруг. И вот это вдруг, да, может быть, как-то обеспечено нам нашей вычислительной средой, а может быть, и не обеспечено. Поэтому цикл как таковой, и это опять-таки следствие нашего понимания фонеймовской архитектуры, когда у них есть последовательное выполнение команд, и стало быть, обусловленное свойствами данных это выполнение может быть либо повторено, либо опущено. Вот вам повторено оператор цикла, опущено условно оператор. Но, повторяю, не во всяких парадигмах это вообще нужно. Так. А, да. Значит, два последних пункта очень интересные. Они иллюстрируют тот факт, что на самом деле не существует никакого списка всех возможных парадигм программирования, не говоря уже о каком-то измерительном инструменте, который позволит нам попилить все подходы к программированию на различные парадигмы. Парадигмы – вещи перпендикулярные друг к другу. Это разные способы думать, которые, объединяясь с приемами и традициями, принятые в том или ином сообществе, финишируют в какие-то языки или подходы, хорошо описанные, или не финишируют, и, соответственно, какие-то подходы остаются скрытыми. Это я о чем? Это я о том, что, например, когда мы планируем вот этот формальный вычислитель, исполнитель, это что такое? Конкретный компьютер? Или что-то такое сферический вычислитель в вакууме, который, условно говоря, все умеет? А это важный вопрос, потому что если это конкретный компьютер, то внезапно прагматика нашего языка, программирование, и, соответственно, способ нашего мышления будет привязан к типам данных или размеру ячейки в данном компьютере, способу адресации в данном компьютере, вот это все. Если нет, то, вообще говоря, ни понятие размера ячейки, ни уж тем более понятие адресации, нам не нужно от слова совсем. Вот. То есть этим, скажу по секрету, отличаются высоковыми от низковых языков программирования, о чем мы немножко поговорим в следующем. Или вот, например, такая штука. Вот мы разрабатываем проект. Это очень сложный проект. Это вообще сверхсложные системы. Настолько сложные, что мы не то, что там перечислить, мы вообразить себе не можем, грубо говоря, список всех объектов программы. То есть в нашем подходе к программированию, в нашей парадигме вообще по умолчанию признано, что ни один программист до конца не знает, ну, грубо говоря, всего пространства имен всех объектов той программы, которой этот программист занимается, ну, потому что он не один, их там несколько сотен. Что, в общем, если не знать, на что я тут намекаю, выглядит довольно странновато. Я пишу программу, не знаю всей, всего пространства имен, не знаю всех переменных в своей программе. Выгляд странненько, если мы не вспомним, что ровно эта концепция исповедуется таким подходом, который некоторые называют парадигмой программирования, а некоторые не называют. Вот. Который называется объектно-ориентированной, объектное планирование. Ну, и, соответственно, объектно-ориентированные языки программирования, которые это объектно-планирование поддерживают. Когда вы делаете объектное планирование, ваша задача состоит ровно в том, чтобы поделить вашу сверхбольшую предметную область на отдельные классы, внутри которых пространство имен будет познаваемое и понятное, а вне которых, вообще говоря, программисту, возможно, и не надо знать про все остальные объекты, и в некоторых случаях при жестком контроле разработки не просто не надо, а и не получится узнать. Такое вот произойдет сокрытие этой структуры, что резко улучшит простоту понимания того, как надо действовать в таких вот более сокращенных условиях, но увеличит размер программы. Известно, что объектная программа, программа спроектированная по, в принципе, объектному подходу, она там в несколько раз оказывается больше, чем та же самая программа, написанная таким густым, густым-густым стилем с как раз пространством имен, который все переменные всем известны. Эту поиск про старушку можно дальше продолжать в том смысле, что наши методы мышления, которые мы применяем при попытке сформировать дисциплину программирования, зачастую друг к другу перпендикулярны. То есть, они берут некоторый подход, этот подход внезапно обрастает какими-то традициями и удобными для данного подхода методиками. А дальше мы говорим, а вот про все это мы будем, вот примерный план наших лекций перед вами. Вот примерно так это выглядит в реальности. да, значит, ну вот, что еще можно сказать? Чтобы успеть закончить вовремя, скажу, что важность этого курса состоит в том, что знание многих парадигм, и умение думать по-другому очень часто помогает при решении задачи, даже если вы в своей жизни все равно пользуетесь одним и тем же языком программирования. Особенно современными языками, в которых на самом деле вот тренд такой современности, языки усложняются, в них добавляется поддержка различных парадигм, в первую очередь функциональных. Для того, чтобы, если вы внезапно начали думать функционально, это функциональное думание вам бы не слишком мешало. Второй бонус состоит в том, что есть группа задач, про которые просто известно, что подход в определенной парадигме, ну вот как я переводил пример с решением логических задач и прологом, подход в определенной парадигме, если вы умеете в нее, сильно облегчит вам решение. То есть вы просто по формальным признакам определяете, ага, это нужно решать на функциональщине и переходите на функциональщине. В-третьих, вот это вот процедурное окостенение, это в принципе недостаток для программистов. Это означает, что ваши мысли ходят все время по одним и тем же рельсам и будет только область, в которую вы нечаянно вторглись, этих рельсов не приемлет, сразу вам станет тяжело в ней существовать, работать, такие дела. Вот. Про это я сказала, про это упредила, но мне кажется в целом все. Я не успел показать все языки, которые хотел показать. Я надеюсь, что основные языки, лист, пролог, какая-нибудь схема, что-нибудь такое перед вами предстанут в лучшем виде в изложении людей, которые этим профессионально занимаются. А свою вводную лекцию я, видимо, заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Значит, если вопросов нету, то, видимо, имеет смысл, видимо, имеет смысл, куда я дел свое окошечко-то? Ну, ладно. Видимо, имеет смысл закончить, потому что, напоминаю, у нас еще у кафедры алгоритмических языков есть в соответствующем канале в Дискорде организационная часть, в которой вам расскажут, а что, собственно, будет происходить с точки зрения организации. Все. Тогда, значит, всем до встречи, потому что следующую лекцию, что удивительно, читаю тоже я. Я чрезвычайно польщен, доверим кафедры моей нескромной персоне. Следующая лекция у нас будет про обычный обычный императивный подход. Я постараюсь туда внести что-нибудь такое, какой-то угол рассмотрения, который выбьет нас из привычной колеи мышления. Еще раз повторяю, парадигмы программирования это про то, как думать. Такие дела. Все. Поскольку вопросов нет, мне уже говорят спасибо, вам тоже спасибо за компанию. И это до новых встреч.